Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы поговорим о аффирмации. Меня интересует вопрос, вот на твой взгляд, работают эти аффирмации, позитивные аффирмации или нет? Аффирмации я рекомендую всем, кто проходил тренинг, кто приходит на индивидуальные сессии. Но я нашел, знаете, у Александра Свяши, нашел аффирмации для женщин, вообще они гениальные, 128 пунктов там. Я, откровенно говоря, половину выговорить не смог, потому что я таких слов, ну, как бы я не знал даже, и словосочетаний таких не было. И там одно я прям запомнил, это вот беспечная-беспечная женщина, это было вообще, мозг сворачивается почти, ну, у многих они прям вот их выколбашивают. Те установки, которые не входят в твою голову, да, или в твое сознание, они влияют на тело, и тело начинает колбасить, человек начинает трясти, где-то начинает подниматься температура. Очень часто, когда вот ломается твоя картина мира, у человека, у людей, в общем, болит голова очень сильно, да. Это, знаете, как, примерно, ты думал, что этот стол там черный, ну, там, черный, и ты вдруг узнал, что он, как раз, не черный, а там белый, там, или светлого тона, да. И мозгу очень сложно понять это, принять, и из-за этого идут перестройки и головные боли. Поэтому первый раз, когда человек выезжает уже в зрелом возрасте, там, куда-то за границу, очень часто, ну, болит голова, там, думает, там, перелет, там, что-то это не перелет. Это картина мира меняется, ломаются какие-то установки, и из-за этого тело, ну, оно так реагирует. И на любые аффирмации, которые позитивные, если человек долго находился в каких-то негативных эмоциях, то будут тоже реакции такие. То есть даже где-то некоторые плачут, кого-то там трясет, кто-то там просто выговорить не могут, они бумажку держат, у них в руки трясутся. Аффирмации очень сильно помогают, но аффирмации нужно читать минимум 21 день, да, там, вот, то есть, чтобы это вошло в привычку. Почему 21 день, это, это, как, помните, эффект собаки Павлова, да, то есть, это заходит в привычку. Ну, за 21 день, да, формируется привычка. Вот, и ты начинаешь это звучать в какой-то момент, даже на уровне вибрации люди с тебя будут считывать. Первое время ты говоришь, что это не про меня, наверное, это не мое, там, вот, и вот на 21 день ты уже прям, ты этим звучишь, не то, что ты поверил, а прямо начинаешь этим звучать. Джон Кехо рекомендует читать аффирмации утром и вечером. Ты как считаешь? Нормально. Я три раза в день, этот, после еды. Три раза в день после еды? Я прямо так и говорю, три раза в день после еды аффирмации, слушайте или читайте. Сегодня читать никого не заставишь, да, ну, то есть, я не знаю, не только там вот эти поколения Z, которые читать разучились, уже, по-моему, мы сами не читаем так много. И я поэтому рекомендую начитать на диктофон своим голосом и три раза в день просто прослушивать через, ну, вот, через наушники. И так людям проще. Потому что заставлять читать, люди читают там один-два раза, потом ленятся, выкидывают, не читают. А слушать сейчас, ну, очень многие делают. Я всем даю. То есть, разницы нет, если ты слушаешь или если ты проговариваешь, или все-таки есть? Вообще лучше проговаривать самому читать, но хотя бы слушать. Потому что, ну, сейчас не делают, все ленивые стали, не знаю, как их заставить. И поэтому уже, ну, хотя бы тогда слушайте три раза в день. Конечно, если ты хочешь прям каких-то результатов, там, это, то лучше почитать. А если ленишься, то хотя бы так. Еще на тему аффирмации. Смотри, если ты, например, да, ну, там, говоришь, я успешный, богатый человек, но у тебя внутри где-то установка, что, блин, успешным и богатым быть опасно. Да потому что там могут убить или что-то с тобой может произойти. Но она вот где-то глубоко-глубоко. Эта аффирмация будет работать или нет? Она будет работать, просто чуть дольше времени, наверное, нужно будет. Вот. Немного больше. Вообще мозг так устроен, что одна негативная, вот один негативный опыт, чтобы ты поверил, что можно быть по-другому, нужно восемь обратных подтверждений, да? То есть ты один раз утонул, и тебя спасли. Тебе надо зайти в воду в восемь раз и не утонуть, и тогда мозг поверит, что ты не утонешь. Поэтому мне кажется, надо восемь раз разбогатеть, чтобы потом понять, что ты можешь быть богатым. Вот. Вообще, на самом деле, страх вот этого вот утраты денег или там потери, да, ты вот заработал там какую-то сумму, которая у него входит в твою голову. Иди, потрать, только потрать на себя, чтобы мозг понял, что ты можешь себе это позволить. Вопрос, точка нормы сдвигается, да? И второй месяц ты, когда заработал, иди еще раз слий на себя. И где-то на третий-четвертый раз, когда в сливании твоих денег, мозг поймет, что он может генерировать эту сумму ежемесячно. И уже появится какая-то стабильность, и страх отойдет. Но это прям усилие и работа над собой внутренняя очень такая большая. Слить месячный доход. Вот представьте, зарабатывал тысячу долларов в месяц, и в этот раз ты заработал 10. И пошел, слил 10 тысяч долларов там, я не знаю, на что-нибудь. И умер на третий день. Сразу. Потому что там голова болит, там понос, то что рвет вообще. Ты эту вещь переносишь, у тебя ощущение, как будто тебя обманули, да? Ты там лежишь, тебя колотит всего. И два-три раза сделаешь, а ты поймешь, что это 10 тысяч долларов, допустим, три раза в месяц заработаешь, ты сможешь, мозг поймет, что ты можешь, он может генерить эту сумму ежемесячно. И уйдет страх того, что денег не будет, и все. Я так понимаю, что любой человек в любой стране, он какую-то сумму зарабатывает, куда бы ты ни переехал, ты эту сумму сможешь заработать все равно. То есть мозг настроен именно на ту сумму, которая у тебя в голову влезла. И очень важно вот эту вот сумму постоянно раздвигать, увеличивать, и тогда будет рост. Как в этом могут помочь аффирмации? Ну, аффирмации будут помогать, честно, вот аффирмации, пользу аффирмацией в том, что они сдвинут тебя в какой-то момент на какое-то действие. То есть ты сначала боишься, боишься, ты себя уговариваешь, уговариваешь, а в какой-то момент где-то в голове отключается, ты говоришь, а хорошо, давай попробуй, раз пошел, раз сделал. Это вот, ну, примерно так. У меня так работало, но я честно вам скажу, что я немного подтормаживаю, потому что я, у меня внутренняя такая трусость, что ли, какая-то, мне надо все обдумать там, сверить, да, и только потом я начинаю действовать. У меня сейчас и то я относительно быстро действую, но это очень больших усилий и вот страхов внутренних преодолеваю каждый раз. Но я понимаю, что ничего не делать приведет к худшим результатам, чем если сделать хотя бы, ну, вот неправильно. Поэтому я... Ну, это у многих, наверное, страх. То есть когда ты за месяц там увеличиваешь свой доход там в 10-15 раз... Сохранить. Да. Взять и не отдам никому. Но такое часто наблюдается, что на второй месяц ты этот доход не зарабатываешь. Потому что ты его спрятал. Ты его заработал и спрятал. Но это вот самое вот такое, знаете, нехорошее, это самое, наверное, рациональное действие, но самое с точки зрения психики, самое идиотское. Потому что ты заработал и ты должен себя похвалить. Ты должен слить эти деньги. Причем слить не на благотворительность, а на себя. И тогда ты в следующем месяце для того, чтобы еще раз слить, ты еще раз заработаешь. Потом, вот помимо вот этого вот слить там, этот, ты когда деньги сливаешь на себя, у тебя появляется чувство вины по отношению к своей семье. Ну, если ты там женатый. И только из-за чувства вины ты эти деньги потом опять восстановишь. Ну, у меня так было, не знаю. У меня было ощущение, как будто я у детей забрал и, короче, не отдал. И в следующем месяце я их обратно как бы восстановил. Вот. И поэтому, ну, вот не надо прятать. А то заработал, и люди прячут, и они как-то зажимаются. Но в любом случае это не говорит, что надо, ну, вот все все деньги сливать, но вот какие-то сверхдоходы, которые идут сверх твоей нормы, желательно их первый месяц, ну, просто слить. Иначе ты опять вернешься в тот уровень нормы, который был. Вы не замечали, что когда твой доход вырастает в два или в три раза, там, зарабатывал, там, в долларах все равно будем тогда, тысячу долларов зарабатывал, потом тебя повысили там до трех, и две тысячи долларов ты будешь сливать. Там, у родителям надо, машину ударил, тебя затопили, ты затопил. Ты эту двушку сливаешь, и все равно остаешься в своей зоне комфорта в тысячу. И это продолжается полгода. Через полгода, и в течение полугода, если ты к этой сумме не привык, к излишкам, то тебя понизят должность, и ты поменяешь работу, вот что-то случится, и у тебя все равно ты при своей тысяче останешься. И чтобы этого не происходило, или как-то это ускорить, нужно взять всю трешку и слить на себя. Цинично. И тогда вот будет вот этот скачок следующий, туда дальше, вперед. Полгода сливать на себя? Месяц первый. Вот первый в этот сфер доход, прям полностью слить весь месячный доход, и тогда будет нормально. Но только себе, знаешь, и ты какую-то свою хотелку должен, такую, когда у тебя денег не было, и ты говорил, вот если у меня вот это будет, или не будет, то знаешь, как ты говоришь, вот это, наверное, только богатые могут себе позволить. И вот если ты найдешь вот это вот, где у тебя вот это засело в голове, и купишь это, то скачок будет просто, вот, он будет прям резкий, такой вертикальный график взлета твоего. Почему? Потому что там в голове что-то склеивается, и есть такие вот нейронные связи, когда вот это я себе позволить не могу. И вот к одной элементарной какой-то вещи может привязаться вот такой вот пучок всего, чего ты не можешь себе позволить. И когда ты вот эту одну нейронную связь порвешь, вот эта вся система рухнет. И тогда человек начинает заработать больше. Он начинает просто хотеть и видеть. То есть я хочу сейчас обратить ваше внимание на то, что будьте внимательны к тем вещам, которые вы считаете, что недоступны для вас. Правильно поняла? Вот, запишите или там запомните где-нибудь, пометьте, да, что это могут себе позволить только богатые. А вот если копить на то, что могут себе позволить богатые, это тоже работает или нет? Копить работает, но смотрите, мы же сейчас вот все прошаренные, вот, ну, вот, там все развиваются, там, вот, есть карта желаний, да, вот карту желаний люди рисуют, там, какой-то этот, или пишут там сто желаний, там, свои, то, что ты хочешь. Вот я всем рекомендую взять вот этот список желаний своих и все материальные вещи напротив поставить цены. То есть ты не так, что, там, хочу машину, там, там, допустим, BMW X5, там, да, ты иди в салон и узнай, сколько она стоит. И напиши напротив цену. Почему я это говорю? Потому что очень часто, не очень часто, а всегда мозг наш увеличивает проблему в два-три раза от того, что какая она есть. Ты должен зафиксировать цену. И цена вашей мечты, ну, вашей, не вашей, но у меня так было, да, то есть у меня в голове было, что, там, допустим, BMW X5 стоит, мне казалось, там, 150-200 тысяч долларов. Когда я пошел в салон, я узнал, что она 168, самая дорогая, которая есть на сегодняшний день, да. И моя мечта вот девальвировала в три раза. Я для чего говорю, чтобы это сделать, чтобы вы узнали, что ваши мечты, ну, не настолько недоступны. Они реально доступны. И так со всеми, с вещами, с какими-то предметами роскоши у нас, наш мозг их увеличивает в три, в десять раз какие-то. И нам кажется, что это нам недоступно, но мы уже выросли, да, и многие вещи уже доступны. И ты можешь пойти, узнать, сколько они стоят. И если ты можешь себе вот сразу вытащить и купить, сразу достань деньги и купи. И ты посмотришь, что будет. Но в этот момент, в основном, у всех людей мозг говорит вот так. А вы точно можете гарантировать, что я потом заработаю больше, чем я потратил, да? Я не могу гарантировать на то, что сколько я видел, все зарабатывают больше, чем они потратили. И я прям рекомендую. Я сам так делаю. Но у меня вот еще сейчас есть... Я же сам себя тренирую тоже. У меня есть тоже сейчас растяжка, которую я буду осуществлять. Я ее не могу осуществить уже полгода. Потому что мой мозг говорит, Игорь, не надо. Хотя я знаю, что... Противляется. Да, он просто... Потому что прям начинается паника. Ну, в общем, я так понял, что мы какую-то вот такую нейронную связь небольшую мы оборвем в какую-то цепочку. Я посмотрю, как это повлияет, и потом еще расскажу. На своем примере, да? То есть у меня был уже опыт, я рвал такие нейронные связи. И то, что я сейчас делаю, где я сейчас нахожусь, это вот отчасти... Я вот точно знаю, что точка отсчета была именно та покупка. Она просто взорвала мозг, и я стал как бы больше принимать, что ли, денег. Так, наверное. Ну и аффирмации в помощь при всех этих действиях, да? Аффирмации, ты в любом случае будешь проговаривать, потому что ты об этом... Представь, ты об этом думаешь. Мозг говорит, не надо. Ты говоришь, нет, не надо. Не надо. Ты сам себя уговариваешь, это тоже аффирмация, да? Многие люди говорят, что аффирмация типа, ну, ой, так много читать, так часто читать, да? Я вот всегда говорю, ты вот 20 лет, изо дня в день, да? Говнил, да? Там ходил, думал, уже говно, там не то, здесь не то. Это же тоже аффирмация, какая разница? И ты же привел свою жизнь в жопу своими руками, да? Вынеси теперь ее оттуда, на свет Божий. Начни просто проговаривать, там, вот здесь хорошо, там, научись замечать хорошие вещи, научитесь улыбаться людям, да? Очень многие, там, вот, хают иностранцев, потому что они постоянно улыбаются, да? Но это же приводит. Вы вот просто сядьте, вот, закройте глаза, сядьте, да, улыбнитесь, и поставьте таймер на 5 минут, и попробуй держать улыбку. Она будет неестественная в какой-то момент, в какой-то момент ты скажешь, да, ты с ума сошел, потом это, ну, раньше, чем, вот, еще 5 минут не пройдет, ты будешь просто сидеть и ржать, и у тебя поднимется настроение. Потому что тело, оно влияет на эмоции, да? И если ты эмоционально подавлен, просто натяни улыбку, посиди 5 минут, и настроение, оно просто поднимется. Вот эти эндорфины, там, все, вот оно вверх забурлит просто. Конечно, ты будешь чувствовать себя дураком сначала, особенно наши люди, непривыки, которые... Но потом будет эффект прям сильный, колеса. Оно тоже рвет что-то там в голове, и настроение становится лучше. Поэтому аффирмации, они прям очень сильно работают. Единственное, рекомендацию дам, когда будете выбирать аффирмации. Не нужно, как вот Москва слезам не верит, это я самая привлекательная и обаятельная, а просто привлекательная и обаятельная. Очень важно, чтобы в аффирмациях не было сравнения. Потому что сравнение все убивает, и очень важно, чтобы было утверждение, что я там обаятельный, привлекательный, я яркий, страстный, любящий мужчина. И этого будет больше, чем достаточно. Не нужно быть лучше, нужно быть просто таким, и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!